В Саратове прошел день районов. Балашовский, Романовский и Самойловский были представлены на Театральной площади. Ярмарку-выставку посетил и губернатор Валерий Радаев. Тему продолжит Алексей Лощинин. Театральная площадь на один день становится большой презентационной площадкой. Поднародные песни здесь представляют то, чего точно не найти у соседей. В данном случае ими выступают три самых западных саратовских района. Экспозиция настолько различна, что рядом с картинами народных художников развернулась мастерская кованых изделий. Сельчане представили здесь свое ноу-хау – тренажер-рыхлитель. Ярмарка-выставка – это соревнование не только продукции, но и талантов. Специально для этого десятки народных коллективов привезли на главную Саратовскую площадь свои лучшие произведения. Вот единственный в России народный ансамбль бандуристок. У каждого района сегодня были изюминки. Вот эти изюминки мы будем рассказывать о них, будем раскрывать, будем помогать. Поэтому для нас очень важно, когда мы говорим область многонациональная, 140 национальностей. И вот так вот в едином порыве жить, работать, развиваться. А помогают именно вот такие творческие люди, которых мы сегодня увидели. Они умеют не только делать свою основную работу – сеять хлеб, выращивать хлеб и заниматься другими отраслями в сельском хозяйстве, но они умеют очень красиво отдыхать. Накануне Дня Дружбы и Единения Славян представители диаспор сплели венок дружбы. На площади люди возле него водили хороводы, а затем цветочную композицию привезли на набережную, где затем опустили ее на воду. Венок, сплетенный руководителями национальных славянских обществ, у нас несколько украинских, белорусских, русских, несколько организаций было. Вот они сплели этот венок как единение, символ единения народов. День районов решено сделать традиционным праздником, ведь именно здесь можно поделиться идеями, обменяться опытом и выстроить сотрудничество. Алексей Лощинин, Олег Захаровский, Алла Хрунова, Вести, Саратов.